Недавно приобрёл такой вот алмазный инструмент. Это алмазные такие вот диски. Жалко, правда, они очень тонкие, 3,5 сотки. Вот они там находятся. Зернистость 10 дробь 7. Я решил для этих дисков изготовить такой вот станочек для доводки режущих кромок режущего инструмента. После заточки на алмазном круге сараховательства, скажем, там 160 дробь 125, довести до зеркального блеска режущую кромку. Ну, вот я взял электродвигатель немецкий и установил вот такой вот получился станочек для доводки режущих кромок, режущих инструментов. Ну, резцы, стихели. Вот. Всё, что можно доводить. Ну, я уже привык к этому. Взначале посыпется критика оскорбительная. Смысл тот, что я 40 лет проработал и делаю такие детали, которые вам и не снились, на таком заводе, который там чёрт-те что, и никто никогда не занимается такой ерундой, ну и прочее, прочее. Вот. Ну, что я могу сказать? Значит, есть серьёзные исследования экспериментальные, где показано, что увеличение, улучшение шероховатости, скажем, с 7 класса до 12, значит, приводит к улучшению шероховатости обрабатываемой детали токарной на один класс и увеличение стойкости до трёх раз. Увеличение стойкости резца. Ну, я назвал по-старому, значит, по-новому это РА с 1,25 до РА-008. Значит, вот приводит такое вот улучшение работы режущего инструмента. Ну, опять скажут, это вот академики, а мы вот такие практики, такие у нас детали. Я уже привык к этому. Ну, что я могу сказать? Вот, я уже несколько, три раза показывал такие вот резцы Орловского часового завода. Я недавно их отмыл, но они были в консерве. Это прям заводская заточка. Заводская заточка Орловского часового завода. Вот, прям упаковка. В упаковке был покупал. И вот, оказывается, что вот эти вот резцы доведены. Вот, скажем, на этом месте они шлифованные, а концы, ну, я понимаю, как это не полировка, это доводка до порядка, как я сказал, 12-го класса чистоты, то есть зеркала. Притом, значит, их доводят и по передней и по задней плоскостям. Доводят до зеркального блеска. Ну, я думаю, сейчас говорить, что на часовом заводе дураки, я думаю, уже неуместны. Вот это вот, это жизнь, это практика. Но опять скажут, вот нам бы такие детали. Я согласен, что если человек обрабатывает чугунное литьё, там ни о каких таких вот вещах речи нет. Или там на 1К62 стружка толщиной 5 мм с хорошей подачей летит синяя стружка. Да, кстати, там по ГОСТ допускается износ режущей кромки до 1,5 мм. То есть, о чём речь идёт? Скажем, вот стачивается, ну, когда резет ступица, что такое ступица? У него стачивается режущая кромка. И вот эта ширина этой вот, как бы, площадки сточенной до 1,5 мм. Ну, ясно, там ни о каких доводках речи нет. Дай бог на хорошем алмазе, алмазном круге довести. Вот. Я забыл опять напомнить. Это вот резцы с твёрдосплавными пластинками ВК-6ОМ. Особо мелкозернистые. Ну, они позиционируются для чистовой и получистовой обработки. Ну, опять я говорю, если идёт обработка типа на 1К62 с большой подачей, как там видна резьба, это не для этого. Речь идёт о тонкой работе. Ну, вот мы, те, кто держит дома станки, как мы называем, хоббийные. Там охота, чтобы детальки были красивые. Когда разбираешь современную импортную технику, там видеомагнитофоны, винчестеры, принтеры, то я вот удивляюсь. Там детали сделаны, ну, шероховат очень высокого класса. Очень качественно сделаны детали. Я вот думаю, это вот для таких случаев, для красивой, хорошей работы. А если там, как я говорю, чугунина дерётся, везде там сталь какая-то и летит синяя стружка, ну, это не для этого. Ну, вот я себе сделал станочки, резечки. После заточки на алмазном круге я подправляю вот этим вот, вот таким вот алмазным кружочком. И ещё раз, вот у него зернистость 10 дробь 7. А наши круги, которыми мы пользуемся для заточки, обычно 160 дробь 125. То есть это величина зерна в микронах. Вот такая доводка ревочего инструмента. Из этого вот кусочка дюраля буду делать оправку. С одной стороны обработал, теперь переворачиваю и буду в другом патроне обрабатывать. Казафа Оксана Субтитры сделал DimaTorzok Пока получается вот так. Выставил вот эту дюралевую оправку с точностью где-то 2-3 микрона. Торсовое биение видно. Как я это делал? Когда я изготовил эту оправку, я сделал два ряда винтиков М5. Один ряд пояс и второй ряд. И вот теперь, играя вот этими винтами, я добиваюсь устранения торцевого биения. Например, если индикатор в этой точке покажет в плюс, то есть как бы эта сторона выше, тогда я затягиваю вот этот винт, я перекошу эту оправку как бы влево и утоплю. Ну, предварительно, конечно, отпусти вот эти два винта. И вот так вот, играясь вот этими винтами в двух сечениях, в двух поясках, я выставил где-то в 2-3 микрона. Ну, вот теперь мне осталось приклеить вот этот вот абразивный кружок. Ну, я буду его на эпоксидку клеить. Сам вот абразив.